Всем привет, друзья! С вами Нильф Гордон, это игра Планет Номадс, и мы продолжаем играть и развиваться. Версия 0.6.9, и вообще получается так, что даже, знаете, такой очень затяжной летсплей, то есть я выпускаю новую серию тогда, когда появляется, ну, какое-то новое обновление. И, в принципе, это правильно, потому что, ну, всё уже остальное я показал. Да, конечно, можно делать некоторые всяческие разные транспорты, но я думаю, это не очень интересно, потому что всё-таки структура постройки транспортов, она практически однообразна, и остальные все структуры уже просто на воображении и на масштабности. Что же появилось в игре? Не очень многое, но очень важные моменты появились. Помните, я в одной серии говорил, что кислородного баллона как раз-таки не хватает, и вот здесь вот сделали Охигентанг, то есть кислородный бак, в котором мы теперь можем, благодаря которому мы можем больше плавать под водой, потому что здесь под водой очень большие пещеры, и вот подводные вот это вот, так скажем, подводные пещеры, этому уделено очень много места, и то есть плавать мы далеко не могли, и это очень-очень печально. Но, как видите, вот эта штучка, она такая, ну, маленькая. Видите, здесь пропали половина стволов, точнее не половина, а все стволы пропали, слава богу, что у меня уже скрафчены, броня пропала, да, то есть джетпак пропал, третьего уровня Advanced, вот ALM пропали. И, в принципе, эта вот штуковина, она, конечно, крутая, но она начальная, и к ней даже нельзя подключить систему. И теперь появилась более новая система, это Medium Armory. Давайте его сейчас как раз-таки и построим. Medium Armory, вот видно, что у него где-то, где-то вот тут вот сзади подключение, значит, или, стоп, или нет у него подключения. Ну-ка, давайте проверим сейчас. Наверное, вот так вот давайте его, вот даже, наверное, вот так вот сделаем. Соберем. У меня вот здесь вот сбоку труба выедена. Так, ну здесь нужно Electronic Parts второго уровня. Не проблема, не проблема. Мы сейчас вот так вот сделаем. Оп, давайте закажем штук. Сколько там, я не знаю сколько. Удобно, кстати, вообще очень удобно с этой системой, потому что, во-первых, то, что Wi-Fi работает, это раз. И, во-вторых, то, что вот здесь эти все предметы есть, и мы их сразу забираем, то есть для крафта. Крафт, конечно, не очень быстрый, 4 штуки нужно, но все-таки. Давайте сразу же видно, что у нас подключаются трубы как, да? То есть давайте, наверное, сразу же и трубы подключим. То есть у нас вот так вот труба, вот так вот, потом вот эта вот труба, только она вот таким вот образом. И давайте вниз, наверное, вот так вот. Потом шитерочка. Вообще, на самом деле, вот этот вот крафт-труп, они молодцы, что сделали, потому что когда ты играешь в какие-то песочницы, типа Майнкрафта, типа Факторию или подобного вида игры, тебе очень нравится, и это захватывает. Это безумно захватывает. Вот это вот, так скажем, развитие каких-то труб, да, конвейеров, какой-то логистики, автокрафта, настройки этого всего питания и тому подобное. Это очень затягивает в любой игре. И что здесь это есть, это потрясающе. Конечно, это все так, ну, в начальном, так сказать, стиле, да, но, ребят, ну, игра только-только начинает развиваться, так что, собственно, ничего плохого в этом нет. Самое главное, что есть очень-очень крутые задатки. Да, сейчас это все так, как-то, как бы это сказал, плейтинг, плейт нужно сделать. В таком, ну, уровне только начинается, да, только все это начинается, но все равно, ребята, это все равно очень круто. Так, и готово. Нет у нас электричества, не проблема. У нас есть ядерный, или как он там называется, ураниум-генератор. Ну, можно сказать, ураниум-генератор, ну, или ядерный. Давайте от него возьмем электричество. Он у нас, он у нас очень, вот даже, видите, вот здесь вот зеленая полосочка, это как раз-таки показывает его загруженность. И в общей сложности он две тысячи, да, там может загружать, питать, то есть топливо у него на две тысячи. Здесь у меня производится, кстати, ну, еда и вода. Это более модернизированный производитель еды. Ну, и вот, собственно, компьютер скрафтили, готово. И вот здесь вот уже, как видите, все остальное можно крафтить. И модернизированные джетпаки, броню, стволы, и, ох, гентанг, конечно же. И это, в принципе, вот такое вот маленькое обновление. В принципе, на данный момент все. Да, в дальнейшем, так, здесь, ну, все нормально. В дальнейшем, конечно же, я буду другие обновления показывать. Хоть пофиг, что они будут выходить с каким-то, ну, большой очередностью, да, так скажем. Но все-таки есть летсплей, если кому-то будет интересно, может зайти из первой серии посмотреть и подряд все серии посмотреть. Это, наверное, будет правильно. Жалко, наверное, я их не чередовал. То есть не давал им число. Ну, ладно, это не важно. На данный момент игра, еще раз повторяю, развивается, но все же. Вот такая маленькая серия. Там, конечно, еще ввели всяческие багфиксы, но это такое, что не покажешь. Так что всем всего. Следите за игрой. Игра потрясающая. Я рад, что она развивается и буду рад дальше о ней рассказывать. Всем удачи и пока.